Алматы за короткий срок заметно преобразился. Сегодня мегаполис стал уютнее, безопаснее, ярче и современнее. Возвращение цветущего города-сада с зелеными аллеями и парками вселяет радость и гордость в горожан за свой прекрасный Алматы. В городе создается благоустроенная среда, сохраняется его историческая индивидуальность, появляются современные общественные пространства, места, ранее считавшиеся окраиной города, трансформируются в новые комфортные районы. Новые парки, скверы и площади объединяют алматинцев и помогают им осознать свою причастность к жизни мегаполиса. Поэтому власти города стараются создать городскую экосистему, где горожане не оторваны от природы, а окружены ею. Так, в большинстве парков мегаполиса проведены работы по благоустройству территории. Реконструкция любимого алматинцами парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев началась в июне прошлого года. В рамках реконструкции были улучшены пешие зоны, места отдыха гаража. Изменения большие здесь. Очень много новых аллей появилось, где стоят скамейки, можно отдохнуть, посидеть. Смотрю, большая реставрация была на церкви, как говорится. Деревья, раз их мало, здесь народу было вроде, стали позеленее, красивее. В Турксибском районе открылся новый парк Жильтоксан, который является одним из символов важного исторического события. Главной особенностью парка стал пешеходный пирс длиной 1200 метров, который стал своеобразным мостом между микрорайоном Маяк и центром района. Благоустройство коснулось аэропортовского озера, детских и спортивных площадок. А площадь озеленения составила порядка 23 тысяч квадратных метров. Я здесь живу уже с рождения, и как бы была просто роща. Везде грязь, везде были, как бы, большая очень трава, не погулять. Ну, а сейчас все замечательно, мы все довольны. Реконструкция очень помогла многим семьям и также молодым людям осуществлять здоровый образ жизни. К радости жителей Медеусского района обновился сквер Шухова. Для удобного отдыха горожан здесь созданы все условия. Общая площадь зеленого фонда парка – более 9 тысяч квадратных метров. Большое спасибо за организацию такой площадки у нас детской, потому что у нас никогда здесь не было, что деткам очень нравится здесь отдыхать, очень много народу приходит. Белоснежные горные вершины давно стали визитной карточкой мегаполиса. Теперь горные маршруты стали еще и безопасными. Властями города было благоустроено около 200 горных маршрутов. В рамках развития экотуризма, а также при участии частного капитала, был осуществлен проект «Тропы счастья». На сегодня завершили работы по благоустройству троп как Кокжайляу, скалах Три Брата и пике Кумбель. Были установлены указатели маршрутов, мостики, реконструировали лестницу, оборудовали беседки для отдыха и обзорные точки. Офис с видом на дикую природу, удобный глэмпинг на свежем воздухе, сервис, достойный самого взыскательного туриста – это все возможно в новых визит-центрах в горах Алматы. В визит-центрах «Аюсай» и «Горельник» можно выпить кофе, послушать лекцию профессиональных альпинистов и отлично провести время с комфортом, наслаждаясь чистым горным воздухом. В настоящие экологические праздники превратились традиция посадки деревьев с участием алматинцев и городских властей. Одной из акций по озеленению любимого города стало появление соснового бора в Алатаусском районе. Новый парк создаст необходимый микроклимат, сделает его мягче и улучшит воздух. В будущем здесь будут места для прогулок и пикников, что окажет положительное влияние на туристический потенциал города. Уникальный зеленый массив в Алатаусском районе – Березовая роща, начало которой положено в 2020 году, совсем скоро подарит горожанам прохладную тень пяти тысяч лиственных и плодовых деревьев. Все больше появляются желающих смотреть на красоту Алматы не из окна автомобиля, а широкого тротуара, где нет припаркованных машин, устаревших рекламных конструкций, а есть лавочки, фонари, зелень и чистое, без паутины проводов, небо над головой. Вместе сделаем Алматы лучше!